Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими недавними косметическими обновками. Если вам интересно узнать, что же это было, оставайтесь со мной. Итак, сегодня я хочу с вами поделиться своим недавним заказом с польского сайта LadyMakeup.com.ua Это польский сайт, но он ориентирован на украинских девушек, поэтому там есть доставка в Украину. Можно оплатить с картой, можно оплатить наложенным платежом. В общем, как вам удобнее. Что ж, давайте приступать. Мне пришла вот такая большая коробка всяких классных вещей. Буду вам по очереди рассказывать. Если вам интересно узнать, как можно получить дополнительную скидочку на этом сайте, продолжайте смотреть. Я вам покажу сразу три кисточки. И это от бренда Hakura. Я вам уже рассказывала, что именно благодаря сайту LadyMakeup я познакомилась с этим брендом. И осталась безумно рада нашему первому знакомству. И, кстати, что хочу добавить. При заказе на определенную сумму вы можете выбрать себе какой-то подарок. Там сайт предлагает. То помады какие-то, то там дьюшки, то кисточки. То вот эту вот кисточку, такую стандартную, язычок, так сказать, я получила в подарок при своем заказе. Это отличная кисточка. Она довольно-таки плотно набита. Мне очень удобно ей наносить тени, как основной цвет на глаз. Она не колючая. Она довольно-таки упругая, довольно-таки мягкая. Этой кистью стать очень довольна. И эта кисть, кстати, в номере H70. Следующая кисть в номере H13. Эта кисть предназначена уже для скульптурирования вашего лица. Либо же ее также рекомендуют использовать для румян, хайлайтеров. На самом деле ее можно ко всему этому приспособить, как ваше душе заблагоразумится. Как по мне, это очень удобная кисть. Очень классная. У нее есть, видите, какой острый кончик. Так, на фоне моего. Где тут было видно? Вот такой вот у нее острый кончик. Она прекрасно на кончик набирает продукт. Потом вот этими вот своими частями растушевывает. Мне очень понравилась она именно для сухой коррекции. Кисть достаточно мягкая. Кисть не колючая. Кисть, я не скажу, что она очень упругая. Из нее поначалу, наверное, вылезло на 4 где-то вот так вот волосинки. Я сегодня тоже делала при помощи нее макияж. И я и пробовала нанести даже хайлайтер. Вот сюда вот на боковиночку, если брать, тоже очень удобно. Кисть это из газы. В общем, супер. Кисть, которая в номере H77, она предназначена для именно растушевки, либо же для складки века. Она, как вы видите, довольно-таки немаленькая. Я не могу сказать, что это какая-то маленькая миниатюрная кисть. Она очень сильно похожа на ту мою любимую кисть, которую я показывала с китайского сайта. Мне не понравилось то, что она довольно-таки колючая. Я, эта кисть из натурального ворса, поэтому я хочу ей сделать масочку. Она не катастрофически колючая. Но просто в сравнении с теми кистями хакуры, которые у меня есть на данный момент, у меня, наверное, опять быстро включена эгоэктика. Эта кисть, мне кажется, более жесткая. Вот именно в сравнении с ними она более жесткая. Но в целом она все равно классная. Она хорошо растушевывает, она хорошо набирает материал. Ну и попробую ей сделать маску, и потом вам расскажу, помогло это или нет. Девочки, опять принесу извинения за, возможно, меняющийся немножко свет, потому что солнышко-то прячется, то он выходит опять, в общем, поэтому след может меняться. Следующее, что я здесь взяла, это прям несколько штучек сразу. У меня почти позаканчивались все тональные основы. И я взяла вот, если можно сказать, здесь 4 штучки. Давайте получим. Первое, это вот такой вот тестер тональной основы от Trimmer. Она называется Wake Me Up Foundation. Я с чем взяла вообще столько тональных основ? У меня кожа нормальная вот в летний период, но весной, осенью, даже не осень, позднее, осенью, ближе к зиме. И в частности зимой. Зимой она у меня очень сухая, во все остальные времена года она у меня, так сказать, склонна к сухости. То есть у меня могут появляться вот здесь вот где-то шелушения, здесь шелушения. При этом все как бы в остальных зонах она у меня весьма нормальная. И очень часто все тональные основы, как бы я ни старалась, подчеркивают эти шелушинки. Хоть я с ними и борюсь в эти все отопительные сезоны. И все равно как-то, ну, очень часто мне не помогает ничего. Поэтому я взяла несколько тональных основ, буду их тестировать. И в дальнейшем буду вам рассказывать, как они выглядят именно на сухой коже. Возможно, кому-то из вас тоже помогу подобрать свою идеальную тональную основу. Итак, я взяла практически все тональные основы из предложенных, наверное, в самых светлых оттенках, как я только возможно. Я очень светлокожая. Вкрытие она дает, кстати, первоначально мне показалось очень слабое. Но что-то между слабым и средним. То есть покрытие не очень сильное, но она хорошо выравнивает цвет лица. Я на лице ее не замечаю. По крайней мере, на данный момент, на моей коже, я, кстати, ни одной из этих тональных основ я не вижу. Я в этот раз очень удачно выбрала тональные основы. Честно, очень сильно ими довольна. Оттенок у меня здесь 0,10. Дальше буду пользоваться и вам расскажу. Следующая тональная основа у меня от бренда Catrice. Очень много слышала про этот бренд. У нас в городе этот бренд нигде не представлен. И вообще-то я не знаю, представленный он в Украине. Она у меня называется All Matte Plus. И они обещают, что на протяжении 18 часов ваша кожа будет выглядеть потрясающе. Очень странный здесь именно сам элемент вот закрывания. Вот такого как бы. Ну, не защелкивается ничего. Никаких там ни щелчков. На коже она дает довольно-таки хорошее покрытие. Уже такое среднее. Даже, возможно, я бы назвала его чуть лучше среднего. Цвет у меня здесь 0,10 Light Beige. Немножко цвет этот идет с таким желтоватым подтоном. Мне говорят, подходит желтоватый подтон. Хотя одну тональную основу я взяла и с розовым подтоном на всякий случай. Пока что очень довольна этой основой. Вот прям очень приочень. И следующие две тональные основы сегодня у меня на лице. Это Max Factor All Day Flawless. И всем известная буржуа Healthy Mix. Именно не серым, а именно Healthy Mix. Буржуа у меня в номере 51. И Max Factor у меня в оттенке Light Ivory 40. Max Factor, он идет с розовым подтоном. Вот этот вот идет с таким ванильным, что ли, немножко желтоватым подтоном. Дают разное покрытие в зависимости от того, чем ты наносишь. Так, конечно, работают все тональные основы. Но именно выразительное я заметила вот на этом Max Factor. Когда я наносила ее руками, она была довольно-таки среднего покрытия. Когда я наносила Beauty Blender, она была такое покрытие чуть ниже среднего. Когда я наношу ее кистью, она дает такое плотное покрытие. И, собственно, вот это вот Healthy Mix тоже дает на мою коже плотное покрытие кистью. Отличные тональные основы, хорошо держатся на коже. Нигде ничего не подчеркивают. Очень дают влажный, красивый рельеф лица. Мне очень сильно они сейчас понравились. Пользуюсь то, на эту вторую. На двумя сразу. Оттенок надо выбирать по возможности. Тестируйте, какие вам больше подходят. Следующее, это, можно сказать, в какой-то степени стало моей находкой. Это вот такая вот контурная палетка от Catrice. Эта палетка была новинкой весна-лето 2016 года. То есть, относительно, она не так давно появилась. Не так давно вышел этот продукт у данного бренда. И, по моему впечатлению, это просто супер продукт. Сегодня при помощи этой палетки тоже сделала у меня макияж. При помощи вот самого первого оттенка у меня сделано легкое скульптурирование на скулах, на носу. И при помощи вот этого вот более теплого оттенка я его использовала в качестве бронзера. Вообще, здесь в палетке есть коричневый, более такой землянистый. Мне кажется, он подойдет реально всем белоснежкам, всем славянским девочкам. Очень хороший, очень удачный, как по мне, цвет. Второй коричневый, он такой уже более теплый идет. Он подойдет либо в качестве бронзера, либо если же у вас более теплый цветотип. Дальше здесь такие два светлых оттенка. Один с розовым подтоном, один с желтым и хайлайтер. Хайлайтер мне не понравился совершенно. И вот он, кстати, идет по принципу эльф. То есть, если вы его вот так вот возьмете, посмотрите там на пальцы, на руку нанесете, вы не увидите каких-то явных блесточек в нем. Но при этом всем на коже при распределении, то есть, когда вы хоть как-то, хоть маломальски растушуете, будет видно отдельные мелкие такие блесточки. Не блесточки даже, а шиммер скорее. Но, в общем, мне не понравилось. Пигментация и плотность у них хорошие. Единственное, конечно, что у меня есть вопрос по нанесению. Если я беру, допустим, пробовала наносить вот этой вот кистью, нет, ничего не вышло, эта кисть плохо набирает данные продукты. Если наносить бьюти-блендером, то это довольно-таки тоже надо приложить усилия. В общем, что хочу сказать. Пальцем эти продукты набираются идеально. Они очень кремовые, они очень легко берутся, отдаются. Единственное, у меня есть такая плотно набитая кисть, такая бочонок для конкурирования от заива. Она набирает хорошо, она небольшая, она идеально сюда помещается, она идеально потом переносит. А в целом, конечно, подход именно к тому, как забирать данный продукт отсюда, надо найти. Очень довольна этой палеткой. Вот серьезно, уже несколько раз делала макияж. И все макияжы, точнее, те, что я делаю в последнее время, я использую эту палетку. И цена, кстати, у нее была совсем там небольшая, в районе, по-моему, 5 долларов, если не ошибаюсь. Сзади есть такой пример нанесения. Думаю, вы все знаете, куда и как наносить. Кстати, упаковка довольно-таки у нее хорошая, она пластиковая. Но при этом все, здесь пластик хорошо открывается, хорошо защелкивается. В общем, я безумно довольна этой палеткой. Так, ну и дальше у меня здесь вот 5 продуктов для губ. Из них 4 продукта от бренда Golden Rose. Все знаете, я вам уже всем прожужжала уши своей. Вот этой вот самой любимой помадой, матовой помадой от Golden Rose. В 0,2 оттенке. Она у меня уже вот сколько ее осталось. Это просто невероятно классная помада. Поэтому именно после нее мне захотелось познакомиться с другими продуктами данного бренда. Первое, что я взяла точно такую же помаду из этой же серии. Эта серия называется Violet Matte Lipstick. Вот так вот выглядит эта помада. И все, хочу сказать, цвета я брала приблизительно вот похожие с данным оттенком. Видите уже сколько я использовала. Для меня использовать такое количество это что-то нереальное. Помады вот именно вот из этой серии, они безумно легко наносятся на губы. Они очень сливочные. Они очень комфортные на губах. Они совершенно не стойкие. Именно потому что они не стойкие, мои губы они не сушат. Их очень легко поправлять, их очень легко обновлять в течение дня. Они остаются на всем. На еде, на стаканах, на чашках. Но при этом все совершенно не заставит никакого труда ее именно вам обновить. Я буду стараться добавлять вам видео со свочами, чтобы не вдаваться в описание данных оттенков. Здесь у меня номер 14. 0,2 у меня идет на каждый день. То это скорее такой более вечерний вариант. Супер помады. Девчонки, у них цена в районе 3 долларов, а качество у них просто невероятное. Вот действительно, я обожаю эти помады. И вот все лето, все весну, или когда мне появилась эта помада, я только ею пользуюсь. В основном, ну, периодически перехожу на какие-то блески, либо там для видео еще какие-то другие оттенки использую. В ежедневной жизни я очень их полюбила. Поэтому очень сильно всем советую. Следующие это два вот таких вот матовых карандаша. Тоже от Golden Rose. Они идут в таком материал, как бы мягкий пластик. То есть их можно затачивать, как вам удобно. Сам формат именно нанесения с помад или вот с таких вот карандашей, мне больше все-таки понравился с помадой. Помада кейс носик. Но смотря на то, что вот этот тоже можно затачивать, как вам будет удобно, мне все-таки не до конца удобно наносить. Я взяла один из самых, наверное, известных цветов. Это 10-й оттенок. Он очень похож на 2-й. Эта помада-карандаш, она легко наносится. Но если у вас губы будут с какими-то там шелушинками, или как в данный момент, допустим, у меня есть остатки простуды на губе, то она это все подчеркнет. Будет заметно, если, допустим, вот эта вот помада, она кремовая, я не знаю, она матовая, но она кремовая, и она это все сглаживает, выравнивает и выглядит потрясно на губах, то все-таки здесь вам придется подождать и довести ваши губы до хорошего состояния. На губах она тоже особой стойкостью не отличается. Она держится довольно-таки непродолжительное время, но опять же, ее очень легко наслаивать и очень легко обновлять. У меня вторая в оттенке 0.8, ну вот 10-й и 0.8. Опять-таки, я их брала все из разряда вот таких вот припыленных, таких холодных, чуть-чуть счастливого роза, вот такая, потому что именно этот оттенок подходит, как по моему мнению, моим губам больше всего, и больше всего подходит сейчас моему настроению. В общем, буду пользоваться с огромным удовольствием этими помадами, но если у вас нет специальной такой-то чистки для крупных карандашей, то учтите, что вам она понадобится. Так его не выкрутить и не достать по-другому. Следующая помада от Golden Rose, опять-таки, это их новинка. Это вот такая вот жидкая матовая помада, которая называется Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Очень крутая помада. Девчонки, опять-таки, на свою цену. Я просто бесконечно ей довольна. У нее здесь вот такой вот спонжик. Он как спонжик, вот такой вот валик. Я не помню, у меня в солнце. В общем, солнышко очень сильно хочет, чтобы вы не скучали, и картинка не залипала, поэтому то прячется, то опять выходит. Это какой-то караул. В общем, здесь вот такой вот спонжик, он в виде лопаточки. В принципе, наносить удобно. Наносится она... У нее очень такая, кстати, явная душка, такая конфетно-карамельная. Она наносится очень легко. Она просто имеет потрясающую пигментацию. На губах застывает довольно-таки быстро. Сегодня я с утра ее нанесла, я выпила с ней чай, я скушала с ней торт. И она совсем-совсем чуть-чуть съелась вот здесь вот внутри, сделав, так сказать, какой-то эффект, что ли, амбре. Она очень классно носится, она не стягивает губы. Она не делает их какими-то мега сухими, да, как и все помады матовые. Она рано или поздно чуть-чуть их все-таки подсушит. Но в целом, опять-таки, на свою цену она просто невероятная. Вот честно, у меня рука в последнее время тянется не за вот это, вот уже моей любимой 0,2, а за вот это. Она у меня, кстати, в оттенке 0,3. И, девчонки, супер вещь. Очень сильно рекомендую за свою цену. Да и вообще не за свою цену. Даже если бы она стоила дороже. Она очень достойная. Она очень классная. У меня с ней любовь. И помада, которая сегодня у меня на губах, это вот такая вот помада от Sleek серии Matte Me. И называется этот оттенок Shabby Chic. Тоже очень классная помада. Оттенок такой сейчас, не побоюсь этого слова, модный. Оттенок тоже, опять-таки, холодной припыленной розы. Здесь вот такой вот спонжик уже обыкновенный. И вот в сравнении вам, к примеру, с предыдущей помадой от Golden Rose, они вот такие вот на руке. То есть, вот эта вот идет такая более холодно-серая, что ли. Golden Rose, она в сравнении с Sleek кажется более теплой. Хотя на губах она совершенно не выглядит теплой. В зависимости, конечно, от вашего оттенка кожи, она будет более яркой или менее яркой. Для кого-то она совершенно может показаться нюдовой. Единственное, ну, относительно быстро она засыхает, в принципе, становится матовой. И за это время, которое у вас там будет где-то минутка-полторы, вам нужно успеть ее нормально нанести, распределить. После того, как она засохнет, если вы где-то ставите какую-то, так сказать, проплешину и попробуете ее наслоить, то это будет действовать по принципу 46-й нубы. Она будет давать такой уже, как мне кажется, несколько глиновый эффект. Эффект, знаете, глины. Когда вот вы делаете глиняную маску, и она высыхает, и она вот так вот морщится, то то же самое вы получите на губах. Это будет выглядеть некрасиво. И мне кажется, все-таки надо переснимать ее, будет ее наносить по новой. Она отлично смывается двухфазной жидкостью, либо мицеллярной водой с маслами, что, как по мне, та же самая двухфазная жидкость, как, собственно, и вот эта. Но эту помаду можно легче смыть уже мицеллярной водой, но все равно придется терять губы, лучше двухфазкой снять и не париться. В общем, эти матовые помады и этих оттенки, просто любовь-любовь, я безумно рада этой покупке, я безумно довольна этой покупкой. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой вот консилер от L'Oréal, L'UMI M'AZIQ. Взяла его, потому что все очень сильно сравнивают его с консилерами от Yves Saint Laurent. И он здесь точно вот так вот же выглядит. Вот кисточка, выкручиваете, наносите. Сам консилер я брала. Оттенок номер один, Light. Я всегда везде беру все самое светлое, как я вам уже рассказывала. На солнце можно рассмотреть мельчайшие-мельчайшие светоотражающие частички. Поэтому они здесь есть, они отлично подсвечивают ваши глаза. Если у вас какие-то большие синяки, этот консилер их не скроет. Но если у вас немножко уставшее лицо, то этот консилер позволит вам освежить лицо, сделать взгляд более отдохнувшим. Это тот консилер, который можно с легкостью использовать в жизни только его. Потому что у меня на основе консилеры, в частности от NARS или от Maybelline, мне кажется, когда их используют на голое лицо и не используют при этом тональную основу, это выглядит очень заметно и инородно. То данный консилер можно спокойно таскать с собой в сумочке, как-то в течение дня поправлять, обновлять. И не использовать тональную основу. Он не будет виден на коже, он не будет как-то заметен. Но на все выглядит очень органично. И на каждый день очень важная вещь. Также я взяла себе вот такой вот баффик. Он у меня от бренда Анжо. В общем, оставлю обязательно. Несу, кстати, как обычно, будут все ссылочки на все товары. Поскольку вы знаете, что я лакоманьяк. И для того, чтобы лак держался хорошо, вот если у меня обычно лак один и тот же лак может держаться 2 дня, либо же 5 дней, в зависимости от того, отполированные у меня ногти или нет. И ногти блестят, ногти выглядят даже не накрашенными, очень ухоженные, как будто на них есть лак. Точно так же я вам рассказывала, я потом заполироваю вот этот торец ногтя для того, чтобы ногти не слоились. Потому что с ногтями у меня пока что какая-то беда происходит. Я вообще покажу, вот такую я взяла краску для бровей. А от рефлектоцил, я думаю, вы все знакомы, все слышали про этот бренд. В набор здесь входил вот такой вот, собственно, красящий тюбик. Вот такая вот бимбочка. Мне, кстати, казалось, что она будет удобная, потому что мне неудобно краску наносить кистями. Когда-то я ходила к девушке на брови, и она всегда наносила краску именно зубочисткой. И после этого я тоже начала так делать. Это очень удобно. И мне казалось, что вот эта штучка будет тоже удобной. Но она вот так вот гнется, она очень плохо наносит. Хочу сказать, я была довольна краской Эстель для бровей. Но когда появилось это, мне появилось действительно с чем сравнить, потому что разница была заметна. Эстель прокрашивала не все мелкие волоски. И вот как-то, ну, она прокрасит большие, вроде бы да, так. Но вот эта вот краска, она прокрашивала все-все как-то микро-микро-волосочки, чтобы вот действительно, когда я их смыла, и смыла, боже, откуда у меня столько бровей-то появилось. У меня их было значительно меньше. Поэтому осталась безумно довольна этой краской. Буду с удовольствием ей дальше пользоваться. Также взяла на этом сайте две упаковочки себе вот такие вот резиночки. Визи Бабл, я думаю, про них не стоит ничего много рассказывать. Все их знают. Я очень люблю эти резинки, в первую очередь за то, что 95% своего времени дома я хожу либо с хвостом, либо с какой-нибудь гулькой. И если я это делаю обыкновенной резинкой, даже обыкновенная вот спиралька китайской, у меня через 2 часа, 3 часа начинают болеть волосы. Ну, я не знаю, как это объяснить. Я думаю, многие девочки знают, которые делают высокие хвосты, то волосы реально начинают болеть. Вот голова болит в этих местах. С вот этими резинками я могу ходить чуть ли не сутки. Мне ничего нигде не тянет и никогда не болят волосы. Вот поэтому мне это очень удобно. Кстати, опять-таки, я впервые не сталкивалась с новинками Визи Бабл. На этом сайте заметила, что есть Визи Бабл Нано, они какие-то маленькие, и Визи Бабл Пауэр. Они, как я поняла, большие. Девчонки, кто пробовал, сравнивало, напишите, пожалуйста, внизу комментарий. Расскажите, какая вообще разница. Я как понимаю, это Пауэр для более таких объемных волос, а Нано тогда вообще для детских, что ли? Вообще не знаю, ничего, кто пользовался, кто знает. Напишите об этом. Поскольку этим летом мне так не удалось нормально позагорать, и вот даже, собственно, наступила осень, холода, а загара на моем теле так и не было, то я взяла познакомиться с двумя вот такими вот средствами от бренда St.Morris. Я очень большое слышала количество положительных отзывов. Оба эти автозагара я взяла в оттенке Dark, и, честно говоря, здесь я немножко погорячилась, поскольку я выбрала именно этот оттенок для того, чтобы можно, так сказать, единоразово нанести на себя и уже получить такой значительный результат. Собственно, это я и получила. И, наверное, казалось, что я все-таки к этому не готова. Лучше бы было взять все-таки Medium, но это от жадности, вот честно, чтобы уже посильнее результат, да поменьше использовать. И здесь у меня крем-гельный автозагар и муссовый крем-гель. Потрясающий автозагар. Он очень-очень имеет насыщенный оттенок, вот темно-темно такой коричневый, вот как можно видеть. Они одинаковы по своим действиям. Единственное, что мусс чуть менее такой дает интенсивный окрас и кожа, и всего, когда вы наносите, и в последующем. Я мусс чаще всего использую на область вот лица. Этот я использую на все тело. И хочу сказать, что когда у меня был автозагар от Centrope, я купила тогда себе сразу перчатку для нанесения этих автозагаров, и я не поняла, зачем я ее везла. Думаю, она впитывает в себя очень много средства, она как таковая мне не нужна. Но именно с этими средствами я потянулась за ней. Не было ни развода. Второе, ничего не оставалось, как при пачке на ваши руки. Конечно, да, третье, это расход получается немножко больше. Но это и так существенно для того, чтобы получить действительно достойный результат. В целом автозагары совершенно не имеют никакого запаха, вот именно привычного нам автозагара. С утра я просыпаюсь, я наношу его всегда на ночь. И с утра я просыпаюсь, я смываю, и вы получаете действительно хороший загар. И загар именно цвет загара вы получаете интенсивный. Поэтому если вы такая бласнежка, как я, то я бы все-таки посоветовала брать либо light, либо medium. А если вы девушка более смуглая, то смело можете брать вот эти, вот именно в оттенке dark, они очень важны. Далее я взяла сразу два сухих шампуня от бренда Batiste. У меня когда-то был уже шампунь именно для брюнеток. Я вам рассказывала, что меня смутило в нем именно то, что когда я вот как-то поправлю волосы или еще где-то проведу руками, у меня оставался именно этот тальк на кончиках пальцев. И потом, когда после этого я могла где-то обрать волосы от лица, либо там еще где-то себя как-то потрогать, у меня оставались на лице пятна. И я просто превращалась в самого настоящего трубочиста. Чуматая! Поэтому я хотела взять в этот райский сутки, я взяла оригинал серию. Хочу сказать, что у них действительно очень интенсивный тальк. Но я знаю, в таких случаях такие средства советуют наносить двумя способами. Либо же вы наносите, и на 10 минут вы просто вот не трогаете, даете подействовать, абсорбировать это ваше кожное сало, этот жид на волосах, в общем, и потом уже после этого вычесать как-то остатки. Либо же, если вы знаете, что вы не успеете на следующий день помыть голову, либо вы хотите сократить меньше, так сказать, количество чистоты мытья вашей головы, то вы с вечера наносите его на свои волосы, потом можно там завязать такую гулечку или оставить на ночь. Я вот делала вот так вот, и с утра я получала действительно волос без остатка вот этой вот белой пудры, волосы выглядели чистыми, нигде мне ничего почувствовать не приходилось. Если у вас светлые волосы, для вас вообще будет огонь. В целом шампунь неплохой, действительно нам дает хороший результат, но вот с этой вот белой пудрой немножко придется поупражняться. Что ж, теперь о приятном. Для подписчиков моего канала по промокоду LAURIATKA на данном сайте ladymakeup.com.ua вы можете получить 10% скидки. Насколько я знаю, количество этих промокодов в использовании ограничено, и по-моему, их в районе 50. Поэтому, кто первым стал, того и тапочки, на свой предыдущий заказ с этого же сайта я оставлю вам где-нибудь вот здесь вот ссылочка, посмотрите, что я еще там брала. Там очень большое количество всяких польских брендов, недоступных у нас. Также каких-то брендов, которые доступны у нас, но у нас нету именно этих, ну, в частности, опять-таки, румян кремовых от LAURIATKA, которые я тоже просто обожаю. Что ж, на этой солнечной ноте я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам было интересно, надеюсь, оно вам было полезным. Если вы впервые на моем канале еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Буду безумно рада видеть новых подписчиков. И что ж, до встречи в следующих видео. Пока-пока!